Гомецкое отделение Белорусской Гонлёво-Промысловой Палаты выставил Кермаш бизнес в регионах сегодня проводить у 12-й раз. При этом специалисты отделения подкресливают мероприемство, хотя мая официальный статус республиканского, а лепо судности заявляется международным. Причем размоба и деп уделили не только представников Украин близких замежа. Сегодня, например, заявку дослали навод за Вьетнама. Вышло на нас торговое представительство Республики Вьетнам, то есть отделение посольства, и они будут представлять продукцию своих компаний. Выставка уже широко известна большому кругу наших постоянных участников, и в этом году ожидает очень много новых предприятий. Продукция, уголение машинобудования и послуг народного споживания, будавнейшие материалы и товары лёгкой промысловости, послуги малого бизнесу. Як и в попередние годы экспозиции не просто представить разные сферы, перш за всё необходимое продемонстрировать махчимость региона и допомогать представникам реального сектора экономики знайсти новых партнёров. С этой нагодой в першыню в рамках работы выставы запланованы так званые бизнес-дни. 21-го кастричника в этой зале сберутся керевники бизнес-организаций, органов выконавчей улады, замежных галёво-прамысловых палат и деловых колов. На протягу дня тут отбудутся четыре посаджения. Сиротпатанев, яке запланованы для разгляду, инноваций в будовне и сельскох господарств, развитие транспортной инфраструктуры, державные гаранты для замежных инвесторов. При этом, по слову организатору, колькость у денег у бизнес-дён не самая головная. Их оценка будет сделана зоником эффективности проведенных встреч. Мирогодность подписания контрактов и погоднению при этом так само не выключается. Тем более, что темы для обмеркования выбирали таким чином, как продемонстровать махчимость региона и протягнуть инвестиции у сферы, яким сегодня надается особливо значная увага. Понятно, что каждая компания имеет в первую очередь свои цели реализовать услуги, товары. Но нам интересно было бы, чтобы они пришли не только с оборудованием и с товарами, чтобы они принесли свои технологии, новые инновационные разработки. Поэтому вот две секции, которые именно такое название носят, инновационные технологии в сфере строительства и в сфере агропромышленной. Олег Синчеров, Евгений Макеенко, Телерадо и компания «Гомель».